Около 80% жилья на территории Намыва под Сестрорецком будет малоэтажным. Об этом в ходе прошедших в Приморском районе Петербурга общественных слушаний сообщил заместитель председателя ООО «Северо-Запад Инвест», являющегося инвестором проекта, Владимир Жуйков. В основном это будут многоквартирные дома с плотной застройкой, напоминающие застройку в Сестрорецке. При этом в районе Дамбы не исключена повышенная этажность до 30-50 этажей, отметил он. В основном жилье будет комфорт-класса, бизнес-класса почти не предусмотрено. Под коммерческую недвижимость проектам отведено около 300-400 тысяч квадратных метров. Предусмотрено и строительство социальной инфраструктуры. Это 19 новых детских садов на 2120 мест, 10 школ на 6825 человек, трех поликлиник и восьми спортивных комплексов, библиотека, музыкальная школа, подростковые клубы, дом правосудия и центр социальной помощи. Будут выделены помещения для местной администрации и органов правопорядка. Представитель архитектурной студии «Северная столица», которая разрабатывает проект планировки межевания, Таисия Калашникова, сообщила, всего в результате нового строительства будет возведено 2 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом количество проживающих на территориях, которые предполагается намыть и которые уже имеются и входят в проект, увеличится с 3 350 человек до 60 000 к 2028 году. Также на территории Намыва планируется построить паркинги на 25 тысяч машиномест. Стоянки будут располагаться под каждым домом и, кроме этого, планируется возвести две многоуровневых парковки. Также по проекту предусмотрено строительство яхтенной гавани. Предполагается, что она сможет принимать до 400 судов и станет крупнейшей в Петербурге. Кроме того, гавани будут соответствовать всем олимпийским требованиям. Владимир Жуйков отметил, в настоящее время затраты в проект оцениваются в 250 миллиардов рублей, и Северо-Запад Инвест претендует на то, чтобы проект стал стратегическим для города. Для этого ведутся переговоры с Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам. Что касается транспортной инфраструктуры, то предполагается строить две новые магистрали. Трасса М1 станет дублером Приморского шоссе. Она будет стыковаться с дорогой М49, которая обеспечит выход на западный скоростной диаметр. Транспортные потоки будут выведены в Василиостровские и Кировские районы, а также на Приморский проспект. Новые магистрали планируют построить за счет бюджета, поскольку дороги территорий общего пользования. Северо-Запад Инвест намерена подготовить собственную архитектурную концепцию развития территории, а затем провести конкурсы с привлечением не менее 10 международных компаний. По данным ПримТАСС, Северо-Запад Инвест является дочерней структурой московской компании Новотек. Владелец этой компании Леонид Михельсон занимает, по данным Форбс, 10 место в списке богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в 11,9 миллиарда долларов.